всем доброго дня надеюсь меня слышно там на том конце мира вот на сами вторая лекция сегодня у нас будет тоже такой простенькой то что вы уже скорее всего проходили возможно что-то услышите новое но я сомневаюсь сегодня мы говорим про линейные контейнеры так видно или крупнее писать супер ну и самый первый самый простой и чем собственно начнем это списки давайте сразу обозначим чего мы хотим от списков что мы хотим чтобы они умели делать и за сколько табличку составим операция и время ну мы хотим научиться добавлять в конец пускай будет добавлять в конец и мы хотим это делать достаточно быстро за от единички соответственно раз мы хотим добавлять конец то мы хотим и удалять с него ну и по времени мы тоже хотим о большой от единички делать то есть все крайне быстро какие-нибудь еще базовые вещи типа узнать размер тоже все зовут единицы и тут мы жертвуем тем что у нас нет такого понятия как обратиться куда-то в середину так просто то есть нас обращение по индексу как таковое по по индексу у нас на будет делать в худшем случае за линейное время от длины контейнера вот и в принципе плюс-минус все что мы хотим знать у списка в нашем случае по крайней мере этому сразу скажем про односвязный список вот про двусвязный мы скажем чуть позже пока поговорим про односвязный как он вообще устроен односвязный список он устроен достаточно тривиально это у нас есть вот такой вот ящичек структурка который хранит себе поле value это все у нас будет нода узел списка и она хрень себе указатель на следующий элемент ну давайте какую сторону будем давайте в эту сторону будем хранить то есть нас вот такая вот цепочка и вот вся вот эта вот штука будет глобально наш список или как он называется в стеле forward лист вот и внутри он устроен так что помимо того что хранит в себе вот все вот это вот дело он хранит себя указательно голову списка head это вот тут вот head то есть самый такой левый элемент нашего списка будет и мы будем хранить его размер переменной size типа size t да у нас все размером беззнаковый так что все хорошо вот такая вот простенькая конструкция ну и давайте ну плюс минус очевидно как все делать давайте посмотрим как конкретно там нужно добавить в конец например элемент что значит добавить конец ну в нашем случае так как мы ориентировали список немного иначе чем обычно это делается будем добавлять в эту сторону чтобы у нас всегда был указатель на элемент который предыдущий например при добавлении у нас будет указатель вот сюда новый узел вот ну и там новое какое-то значение него и у него бы который мы добавляем соответственно ну и понятно что там что у списка надо голову отсюда переподвесить вот сюда вот на нового вот да мы сейчас особо код писать не будем на этой лекции потому что вас на следующей лекции по c++ разберут структуры классы и уже тогда на семинаре вы напишите уже какой-то красивый код они как пишут в стиле си вот естественно это односвязный список удаление происходит абсолютно аналогично мы смотрим такие нам нужно удалить из конца окей вычеркиваем там делит вызываем от него и потом просто перебрасываем нашу голову обратно на предыдущий элемент все достаточно просто делается узнать размер ну вы просто поддерживаете сайс там плюс минус 1 зависимости от операции обращение по индексу как-то понимать этом контексте вот например нас указатель на голову списка мы хотим обратиться к этому элементу но это значит мы просто вот тупо вот так вот наивно прыгаем там и раз на next и получается это элемент вот что ну зависит от того как вы смотрите на этот список как бы кто-то смотрит в одну сторону кто-то в другую у нас получилось что мы говорим что типа это нулевой элемент и добавляем там в ту сторону в зависимости от задачи как вам удобнее так его и ориентируйте что ну да но это зависит от контекста задачи опять же конкретно есть это ваше право выбирать какую сторону вы ориентируете в какую сторону вы растете какой индексации вы работаете вот ну собственно как то вот так вот ну да если вы 0 индексации хотите отсюда начинать то еще поддерживать там здесь непонятно как прыгать в сторону вот ну да действительно вот не очень удобно прыгать в обратную сторону можем прыгать такую одну сторону это очень грустно поэтому давайте мы сделаем чуть-чуть проапгрейдим наш список именно заведем указатели еще в обратную сторону такой вот третий слой у нас появляется да и вот в обратную сторону будут указателя и чтобы у нас как бы была такая связь в обе стороны и вот вот такой вот апгрейд добавление обратных указателей приводит нас к такой структуре как уже двусвязный список получаем bidirectional list еще называется вот ну и соответственно ваш список уже хранит указатель не только на голову но еще и на второй конец вот то есть как бы bidirectional листе вы храните указатель на голову указатель на хвост мы так исторически называют head и tail ну и размер поддерживаете вот ну и таким образом мы по сути получили такой как бы односвязанный список две стороны а что у нас делалось в одну сторону здесь с этого набора только добавление в конец и удалить из конца таким образом путем такого простого апгрейда просто добавить еще одно поле в структурку мы здесь получаем добавление не только в конец но и начало аналогично с удалением вот то есть как вы можете и в эту сторону добавлять и в эту сторону добавлять из этой стороны убирать и с той стороны убирать ну вроде должно быть понятно история достаточно простая и все достаточно тривиально вот как так как так с этими списками ну в принципе как ни странно про списки все что можно рассказать здесь больше особо ничего интеллектуального нет поэтому мы сразу переходим к ну вообще в жизни вы не очень часто будете пользоваться списками будете пользоваться какими-то уже более устоявшимися контейнерами и вот первый из них это стэк 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 или вот так там по-английски пишется стэк что он умеет делать по сути он умеет делать все то же самое что и односвязанный список за ту же асимптотику вот вот единственное что вы можете задаться вопросом но если мы хотим только добавлять в один конец удалять из одного конца то есть этот какой-то вот такой вот в одну сторону открытый стакан вот который вы можете добавлять элементы в эту сторону и аналогично отсюда вы можете их вытаскивать то ну зачем мы как-то мучаемся со списками какие там ноды вводим что еще делаем если можно просто массив хранить и все ну и хранить там размерчик ну не поверьте ну да проблем никаких нет поэтому стэк можно реализовывать как на списке так и на массиве это никому не запрещается и на массиве достаточно просто сделать вот то есть давайте это запишем тогда и на списке вот вот тогда казалось бы зачем еще придумывать списки ну вау зачем действительно если этот прикладные вещи типа стека можно массиве делать ну давайте мы сравним реализации ну точнее реализация сравним вообще там как у них время память и так далее что сколько будет стоить ну и как бы первая проблема сталкивается с тем что в списке вы можете как бы безгранично добавлять новые элементы и все просто выделить новый узел переподвесить указателя как бы проблем нет то есть создание нового узла ну все просто здесь мы просто создаем узел а уже когда у нас на массиве возникает проблема с тем что у нас так как мы все еще живем в мире си в мире в оси в которых мы выделили память и как бы не можем за нее выходить нам приходится как-то перевыделять память и тут мы уже приходим к тому как это грамотно делать об этом будем говорить сегодня чуть позже пока что мы будем говорить что есть проблема перевыделения памятью памятью вот это первая так сказать проблема на массиве но с другой стороны у нас есть в силу технического устройства компьютера такая классная штука как кэш у процессора и когда мы захватываем обращаемся к этой чаечке памяти да мы кладем в кэш сразу себе какую-то окрестность и к ней у нас доступ гораздо быстрее получается чем к чем в обычном случае какой-то оперативной памяти потому что у нас уже как бы ближе к нам лежит мы себе взяли поэтому если у нас операции типа там пуш поп пуш поп кучу раз делать там чередуясь или не сильно отклоняясь там в размере то это будет работать гораздо быстрее потому что у нас это будет лежать близко а списки в памяти они расположены как ну хаотично вообще непонятно по каким адресам они лежат приходится постоянно очень далеко прыгать из этого мы как бы загружаем все время что-то новое ничего рядом элемент не захватываем и это тоже достаточно грустно для нас будет поэтому назовем так опять же обращение по индексу в контексте кэшей вот здесь мы сказали что все быстро все хорошо а тут постоянные промахи промах это очень грустно потому что обращение к памяти в кэшу и обращение к оперативной памяти отличаются по времени в тысячу раз примерно на зависит от машины может быть даже больше вот но при этом мы когда еще на первой лекции говорили с вами что у нас такая модель памяти что у нас вычислителя доступ к любой чеки зовут единица поэтому как бы эту разницу асимпетически не можем ощутить ну и когда теоретически как и делом тоже она не ощущается никак но если вы будете написать задачи понятно что они там заходят там и на списках тоже но в общем случае на массиве будет делать быстрее даже несмотря на проблем при выделении памяти вот как с ней бороться эффективно мы надеюсь успеем сегодня разобрать обговорить это вот это что касается стека и еще давайте такую сразу разберем простенькую задачку которая нам потом понадобится для конструирования чего-то более интеллектуального так видимо тоже можно стереть задачка у нас будет про то что стек у нас как бы такая классная структура которого может поддерживать какую-то операцию на трефиксе массива и запоминать ее то есть можно реализовать так называемый стек с минимумом ну что такое стек с минимумом это когда вы можете добавлять удалять элементы из одной стороны и при этом спрашивать а какой минимальный элемент на данный момент в стеке есть ну вот как пример вот у вас есть вот ваш ваша труба не знаю 4312 там 0 и у вас спрашивают типа какой сейчас минимум в стеке ну 0 все очевидно да то он говорят поп поп это типа удаление с конца его больше нет вас спрашивают какой минимум стеки ну и как бы самое простое очень самое наивное это просто за линию пробежаться но это как бы очень грустно потому что на каждый запрос минимум можно за гораздо быстрее отвечать чем за линейное время ну что в руку вас минимум вообще в самом начале лежит у вас постоянно спрашивают минимум каждый раз бегаете туда самый конец вот ну и как этого достичь давайте поддерживать стеки не просто элементы хранить а хранить пары из элементов пара из value и нинга и назовем это так и вот у нас приходит запрос уж да в каждой чечке мы храним два числа давайте на примере это опять же разберем вот нас приходит пуш вот четверки мы кинокей добавляем самое начало элемент 4 и минимум 4 потом приходит запрос уж от тройки ну окей нас вот 2 ячеечка нам добавили тройку и минимум стал тройкой также пуш от единички приходит снова элемент 1 минимум 1 тут приходит пуш от двойки мы таки ага но у нас же на вершине стека каждый момент времени лежит самый минимальный элемент который был здесь вот вот в этом хвосте поэтому чтобы понять какой минимум во всем стеке на самом деле нам достаточно сравнить добавленный элемент с последним который вот есть с последним минимумом вот а минимума токи единички это краски единичка ну давайте еще запушим нолик сразу опять же у нас снова значение 0 минимум 0 то есть нас каждой ячейки гарантируется что хранится минимум на префиксе вот это вот все достаточно просто и прозаично потом вас приходит например там запрос минимуму говорите ноль приходит запрос поп вы таки ага ну этого мне больше нет все крайне элемент стирается мы его забыли ну и 100 спрашивают минимум и вот киога но у меня 0 нет но типа все что то на префиксе минимум хранится тут корректный и все ну как-то делать в коде когда вы делаете вставку вы просто еще min value инициализируйте минимум из двойки и вот предыдущему взлету что лежала мингал я вот ну и какое-то есть дефолтное значение когда у вас ничего нет стеки который вы сразу пишите вот и все казалось бы а зачем опять же у нас есть массив префиксных минимумов которые просто уметь все это поддерживать вот но так сказать это такое заделано будущее но сейчас будем разбирать дальше пойдем по контейнерам и мы научимся с помощью вот такой вот простой достаточно техники идеи не знак назвать учиться решать достаточно интересную задачу которую за такое время принципе ничто другое решить не может вот я давайте уже сотру тогда здесь все теперь у нас пускай будет очередь она ведем по мокрому конеч писать так что просто поговорим ну я думаю что вот это вот уже все плюс-минус было там год назад или два зависит от того как там когда было программирование раньше так что уже наверное устали надеюсь что еще не успел утомить тем что какая-то банальщина скучная все она высохла продолжаем очередь или вот такое вот классное слово рекомендую потренироваться читать его на английском потому что вариаций много я расскажу по буквам ку-у-у-е-у-е вот так сказать если вы научитесь его правильно читать то уже гений вот окей чего хотим от очереди ну от очереди мы хотим того же самого что и в жизни в жизни очереди у нас грену там столовой например то есть мы хотим уметь нас такая уже труба возникает вот нас чувачок может вставать началу очереди кто там как-то продвигаться когда-нибудь там может чувачок выйти из очереди он там вся его очередь подошла он вышел таким образом мы добавляем в один конец и забираем из другого ну как бы все достаточно тривиально вроде как и вы с этим тоже знакомы ну и и вот из тех двух списков которым прошли кто умеет вот все это делать вот на связный уже не подойдет потому что он только вот в одну сторону как там на картинке нам подает двусвязный список потому что он умеет добавлять сначала в конец и удалять из начала из конца а здесь мы как бы урезали его функционал вот поэтому есть два варианта давайте как нибудь картиночку верно передвинем и здесь будем опять же сравнивать два варианта понятно что очередь может делать на двусвязном списке вот а не очень понятно как делать очередь на массиве потому что в массиве мы там привыкли там обращаться по индексу максимум что умеет это там добавлять в конец как в стеке вот здесь то не очень очевидно поэтому я предлагаю рассмотреть такую реализацию очередь на двух стеках вот с нас к варианту связанный список и очень связаны на двух стеках вот что будем делать дальше на связан список все понятно все достаточно очевидно давайте поговорим подробнее про очередь на двух стеках как-то вообще делать . задачка в приемной комиссии фу пмы и вот у вас есть так есть второй стек сделать его очередь из этого всего сказать если вы решили это вы молодец в свое время если нет то самое время узнать решение как-то делается так давайте так нарисуем вот у нас так то вот такой вот стакан который можно из одной стороны добавлять и с другой стороны удалять да ну вот здесь картинки вас как бы открыто с обеих сторон штука здесь настолько с одной стороны давайте мы пририсуем рядом второй стек тогда из него можно будет удалять и в него нужно вставлять вот казалось бы они никак не связаны давайте замкнем вот эти вот две штуки так вот хопа ну и все как бы идейно это работает так давайте теперь опишем подробнее вот нас приходит пуш давайте мы это назовем я буду называть сокращенно стек буквой с стек ин и стек аут вот у нас приходит пуш это значит пуш в стек ин то есть все добавления происходит вот только вот в этот стек все сюда мы пока ничего не добавляем потом приходит поп например у него есть два варианта вариант 1 сделать поп из стек аута если он не пуст нам сразу с вами договорились что размер мы умеем проверять золот единиц ну что поддерживаем значит мы можем проверять пусто пустоем стек или нет и второй вариант если с аут оказался пуст тогда мы будем сейчас вызовем вот такую штуку реверс сейчас я скажу чё она делать подробнее что делать реверс это такая классная функция которая вот так вот перекладывать элементы вайл размер у с и на больше там нуля чё она будет делать она будет брать и попать элемент из стек и на то есть вот нас есть какой-то вот кусочек да она будет брать вот этот элемент попать и пушить стек аут вы делать push out уж от с in точка поп то есть мы переложили все теперь у нас выясняется что с аут не но он не пуст стек in пуст а стек аут уже не пуст если есть было что перекладывать вот значит переложили все вот это вот давайте еще посмотрим в сороком порядке она будет так как мы добавляли там пускай у нас были push 1234 тогда они в стеке должны будут лежать таком порядке потому что четверку мы добавили последний да тут нас вызывается поп мы видим что стек аут еще пустой ничего там нет значит нужно сделать реверс давайте посмотрим в каком порядке их реверс переложат он берет push точнее так он здесь он делает поп четверочку пушит сюда так вот потом окей четверки здесь больше нет забыли про четверку тройка снова делает перекладывание тройки нет двойка снова делает перекладывание и наконец он вытаскивает единичку и прикладывает и сюда все стак in пустой стака вот не пустой раз на стака вот не пустой то мы можем делать теперь вот так вот к тому же варианту вернуться все заметьте что в каком порядке элементы мы добавляли мы добавляли в порядке один два три четыре в том же порядке мы их вытаскивать и будем из очереди это то что мы хотели вот то есть если мы сюда высовывали в порядке очереди вот так вот ты четверка была последней то единичку мы вытащим первый то есть мы смогли с помощью двух стеков смоделировать очередь казалось бы опять же вопросы зачем мы занимаемся какой-то ересь и что там с двумя стеками делаем если у нас есть двухсвязные списки прекрасно которые тоже все легко вот ну разгадка близко разгадка близко давайте мы скомбинируем две идеи стек с минимум и очередь на двух стеках казалось бы да что то странное получится но пусть очередь который умеет поддерживать минимум в своем как бы минимум вообще который в ней лежит минимум за элемент который в ней лежит вот так а я забыл сказать что почему у нас здесь асимптотика будет все будет быстро работать давайте посмотрим вот мы сюда положили элементы да а потом у нас поп внезапно работает вообще за этом цикл вайл то есть грубо говоря за размер от нашей очереди на самом деле все достаточно проще у вас каждый элемент который есть да где-то в очереди с ним происходят три события вообще в этой жизни первым был добавлен стык in второй он был переложим стыка ут третье его удалили все таким образом у вас каждым элементом происходит ровно три действия а значит у вас вот вся вот этот куча мала работает очень быстро за от единицы действия с каждым элементом произойдет в итоге и не важно что в какой-то момент мы там когда-то делали вайл долги достаточно вот окей ну все теперь время соединять две идеи давайте мы бейдеи соединим сейчас она пока подсохнет надеюсь наконец-то мы дадим перейдем до того чего у вас еще не было вот крайне время 9 5 2 сказал что у них уже того чтобы дальше еще не было вот так что давайте потихоньку просыпаться здесь мы как раз перерыв закончим пойдем дальше нет сейчас мы закончим кусочек и пойдем дальше пойдем на перерыв как раз у нас будет там сейчас 5-10 минуты перерыва вроде как вот очередь очередь с минимумом вот ну давайте мы сделаем очередь на двух стеках стеках с минимумом у нас будет наша очередь вот и как получать минимум в самой очереди ну если мы знаем минимум в каждом стеке то наверное минимум в очереди это минимум из минимумов двух стеках да все достаточно тривиально запрос минимум назовем вот так это у нас минимум из стек in . мин стек аут точками вот если вы правильно реализовали пуши перепросвоение минимального значения то тогда здесь как бы все уже в никакой ничего интеллектуального больше нет он главный push нормально написать тогда вы сможете получать запрос минимума в очереди узнавать не минимум вот мы все мы готовы решать собственно самую такую интересную задачку задача дня назовем так у нас есть массив длины n длины n большое и мы хотим на каждом подотреске длины к узнать минимум на каждом подотреске длины к найти минимум ну например пускай у нас будет массив из шести элементов и к равно четырем то есть n равно 6 к равно 4 вот у нас есть первый давайте n равно 7 давайте поменяем что у нас было поинтереснее чуть-чуть да и здесь поменяем вот у нас подотрезок длины 4 1 есть ну минимум на нем понятно это один окей в ответ вписываем единичку следующий подотрезок длины 4 это вот 2356 на нем минимум 2 и следующий подотрезок снова минимум 2 то есть ответ 122 вот ну и там не пользуюсь никакими очередями а просто сохранив массив в худшем случае это делается вот вы для каждого отрезка длины к проверяете что все это работает то есть давайте посчитаем сколько это будет это будет от к длина отрезка от их подотрезков м минус к но может плюс 1 но так как мы алгоритмисты мы на плюс единички забиваем благополучно вот какая-то не очень сложность давайте ну и памяти там будет у нас без доп памяти зато а давайте научимся вот так вот решать за от n вот так вот сходу найти все минимумы за от n то есть вообще от к не зависит по сути ну и как мы это будем делать давайте сохраним 1 к элементов очередь да так нас очередь минимум будет мы можем узнать минимум на этом подотрезке в очереди окей узнали выписали ответ потом делаем push шестерочки когда перешли к следующему подотрезку и поп единички так как у нас все корректно очередь будет содержать новый минимум который будет являться двоечкой то есть вот кроме от этого подотрезка перешли к вот этому подотрезку утверждается что в очереди все будет корректно то есть она будет знать что не минимум будут вот лежит они вот этот старый и таким образом вы просто идете вот такой вот сканирующим окном можно еще это так назвать просто идете вот так вот тык 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 и каждый шаг просто новый элемент выписываете и все вот минимум здесь понятно золот единицы тоже делается так что поэтому получается за от n потому что вы каждый элемент массива можете делать опять же не более трех операций добавить переложить внутри стеков удалить все вот так вот ну и до памяти у вас от к будет времени вот к памяти вот так разу ног задались такой задачей научиться считать минимум на окне да вот мы можем также поставить задачу того что у нас сумма на окне ну там все легко сумма на окне это вывод умеете префиксные суммы насчитали один раз ну и все сумма на отрезке вы легко можете получить на любом не взять на какой-то длины вот давайте тогда подумаем вот о чем о том что почему нельзя тогда с помощью минимумов то же самое сделать например то есть почему нельзя с помощью префиксных минимумов отвечать научить эту же задачу да то есть вот у нас есть массив там не знаю три один два пять ноль один ну и массив минимум у нас есть вот такой вот тогда здесь три здесь на префиксе минимум один здесь один здесь у нас минимум снова один здесь ноль здесь ноль да почему нельзя найти минимум тогда на всех таких подотрезках с помощью такого массива префиксных минимумов ну не давайте вот n памяти разрешим себе так уж быть ну нет я не вижу проблему в этом все равно проблема как бы в следующем давайте мы будем говорить так что функция f которая принимает два аргумента там выдает какой-то ценам обратима если если что если зная а и c или bc можем найти недостающий аргумент найти b или а соответственно вот это мы будем называть обратимой функцией нашем случае конкретно в этом вот ну и понятно что у вас например функция f от а b которая равна а плюс b равно c ну я верю что вы можете доказать что она обратима вот чего не скажешь о минимуме в общем случае зная один из аргументов и результат выполнения вы не сможете найти второй аргумент почему ну например достаточно простой вот такой вот у нас есть уравнение да x однозначно не восстанавливается достаточно тривиальное наблюдение вот а когда мы используем массив префиксных там минимумов или сумм чтобы найти результат операции на отрезке мы что делаем мы говорим что результат на отрезке результат на отрезке это у нас же по сути преферты минус преф эльты да но если в случае суммы в общем случае у нас здесь будет не минус а запятая и мы от этого все будем вызывать какую-то f минус первую вот для плюсы там вычитание для умножения это деление для минимума отсутствует для нода тоже можете проверить вот поэтому вот такой метод если у вас конкретно фиксированы для каких подотрезков вы хотите узнать он позволяет вам больше задач решать больше спектра вот к сожалению на данный момент мы не можем решать задачу находить минимум на произвольном подотрезке достаточно быстро вот это мы научимся где-нибудь в ноябре наверное решать задачу достаточно быстро вот либо за логарифм либо вообще за вот единиц в зависимости от того чего вы хотите вот а пока что мы довольствуемся базовыми какими-то вещами но тем не менее все равно они позволяют решать то что мы не умеем еще вот и вот этот вопрос то что минимум нельзя посчитать префиксными суммами например массив массива префиксов он перед нами внезапно ставит новый вопрос вообще какие операции можно считать каким образом давайте подумаем над этим вопросом вот вам например подается какая-то операция вообще неизвестно например умножение матриц вот у вас есть массив матриц вам нужно перемножать их на отрезки вопрос зачем не очень понятен но он как бы может быть вот там ну точнее там как ну вы еще найдете конкретно перемножение матриц применения в вашей жизни она используется на отрезке вот в общем случае какая-то операция может всем дана и вы не можете понять зачем она но надо вот возможно потом пригодится давайте с помощью префиксных я буду обзывать это префсуммы но понятно что здесь подразумевается любая операция чего мы хотим от операции собственно чтобы ее можно было считать привычным нам всем методом ну первое что мы хотим мы уже показали что хотим обратимость без обратимости ничего не получается второе достаточно такое интересное наблюдение что мы хотим это ассоциативность от операции то есть как скобки не расставляй ответ будет один и тот же ну почему ну достаточно понятно зачем нам это надо вот ну хотя бы потому что мы хотим если у нас есть обратная операция то у нас есть видимо какие-то правила как скобки расставлять вот мы хотим чтобы у нас это не очень влияло на значение выражения вот ну какая-нибудь там коммутативность например нам не нужна особо если мы договоримся о порядке вычисления какая-нибудь там наличие нейтрального элемента в принципе тоже не нужно вот ну в крайнем случае всегда можно придумать типа какое-то новое значение который там если с association кто не применить аргумент заeфать можно в принципе нитральное вот в принципе больше ничего не на одном вот ну еще чего операции бывает в дистрибутивность например да но у нас здесь одна операция поэтому дистрибутивность здесь не причем поэтому здесь только два свойства обратимости ассоциативность причем если ассоциативность ну центре 40 минут осталось до конца лекции самый этот человек лекции скажет мне то я буду очень удивлен что он сможет это сделать вот потому что это какая-нибудь крайне неестественная операция видена крайне искусственно вот обратимость это очень сильное требование многие операции необратимы ну давайте приведем пример еще что пускай у нас есть умножение да и мы работаем не в действительных там числах или в натуральных как мы привыкли или в целых ну там делим поэтому рациональными вот мы работаем в кольце z.m. пример вот в кольце z.m. но я думаю вы знаете что такое кольцо z.m. все нет окей ну тогда это кольцо вычитав по модулю m где a плюс b она у нас типа мы просто берем если мы переполняем м то у нас результат сложения будет браться по модулю m все то есть мы все время берем по модулю что-то умножение аналогично абсолютно все по модулю берется везде ну а ассоциативность это вот такая вот штука вот а что такое воздение в степень на отрезке ну давайте что-нибудь еще чтобы при этом он нормально определялась как-нибудь вот вот в кольце z.m. вот и мы будем читать произведение на отрезке да ну из курса дискретной математики как у вас называлась вам должно быть известно что в общем случае если м является непростым а составным то не у всех элементов есть обратные и поэтому делить не на все можно вообще вот поэтому обратимость от сильное свойство и когда у вас вычисления по модулю идут то надо очень аккуратно за этим следить вот но у вас такого ничего в контекстах нет просто такие теоретические факты что придется выбирать какие-то другие методы для подсчета произведения на отрезке вот на этом будем разбирать уже тоже ноябре вот и давайте назовем это скользящим окном какие требования у нас есть на операцию взящее окно ну понятно что мы хотим ассоциативности потому что мы все время что-то там перекладываем куда-то непонятно когда мы кого конкретно переложим вот ну и в общем то и мы хотим чтобы у нас результат этого не очень зависел поэтому ассоциативность мы хотим обратимости ну как мы с вами видели мы не очень хотим видимо все равно умеем считать как ни странно кого еще ну коммутативности она ну тоже не нужно особо нейтральный элемент тоже не нужен как бы это все на самом деле все что надо вот да скользящее окно это вот когда мы минимум искали на отрезке очередь удаляем элемент добавляем то есть у нас как бы есть массив наш вот у нас есть как бы такая рамка которой мы двигаем спасти ну чуть как физик не загорел с постоянной скоростью бывает вот ну окей вот ассоциативность и все больше ничего не хотим на самом деле операции то есть у нас полный простор для творчества на самом то деле потому что опять же да возведение степень на отрезке вообще не очень понятно что это такое зачем это надо будет когда-то вот давайте придумаем что более человеческое не ассоциативное так просто задачка на подумать вот окей тогда с линейными контейнерами почти закончили вот сейчас мы перейдем к совсем другой теме не прям совсем другой но почему-то новому опять же поэтому кажется переписывать там с доски обдумывайте еще можно пока задавать вопросы в красти раю вот у нас же есть швабра сводим эти две доски ту потом освободим по мере необходимости она жива отлично мы будем с вами говорить про динамически расширяющийся массив вот это ваш любимый std вектор который вы всегда включаете и пользуетесь им хотя еще нельзя это делать вот так сказать небольшой спойлер скорее всего вас будет первая домашка по плюсам это его написать нормально ну либо мы еще чем придумаем в этом роде здесь уже к сожалению воспользуемся распечатками потому что нам придется давать сейчас немножко строгие понятия вот и перед тем как познакомиться с динамическим массивом мы должны ввести новый способ анализа алгоритмов да на первой лекции я по моему успела задушить всякими большими и так далее вот сейчас вторая часть стала будет амортизационный анализ это называется анализ давать какого-то строгого определения я не буду этому потому что смысла этом нет это такой подход с помощью которого мы анализируем учетную стоимость операции и сейчас я скажу что это такое окей ну давайте определение немножко другого понятия пусть есть последовательность операций операций а 1 и так далее аренд но это какие-то операции 0 давайте чтобы интуитивнее что какие-то функции типа f1 смт и время выполнения т это фи т будет равно т маленькому это то есть что каждый там из этих операций на свое время вот тогда амортизированной стоимостью стоимостью операции здесь у нас будет для любого и это надо было от начала перенести немножко затупил то есть имеется ввиду что амортизированность стоимость амортизированной стоимостью любой операции в этой последовательности да это вот такая от величина будем со звездочкой обозначать т звездочка и т равны 1 на n сумма там от и равны единички до n ты их просто то есть это усредненное время по последовательности операций вот и когда мы будем сейчас говорить о динамической расширяющейся массиве что мы будем хотеть уметь делать мы будем хотеть уметь оценивать его асимптотику в терминах амортизированных понятий вот там пока что доска не высохла поэтому ждем ну как ждем ищем мел ладно то есть теперь мы переходим к анализу не какой-то операции конкретной да ну потому что анализировать операцию изолированную это конечно круто вот но в большинстве своем когда мы с чем-то работаем мы делаем все-таки некоторую последовательность операций вот и когда у нас какая-то операция может стоить дорого нам но при этом достаточно редко случаться то есть например там в один в одной из n операций мы там что-то делаем за n квадрат например какой-нибудь пересчет тогда амортизированная стоимость на самом деле у от n будет вот и все не так плохо как бы алгоритмисты научились вводить такие понятия чтобы скрывать для себя что все плохо где-то там внутри а в общем все хорошо вот так сказать чтобы было не стыдно смотреть в глаза народу вот ну ладно здесь подсыхает мне просто не очень удобно писать потому что некоторым кафедра может загораживать что-нибудь окей теперь про динамик array или вектор что умеет наш вектор он медиа следующие две операции первое добавить в конец за от единицы и вот тут появляется наша звездочка которую мы только что ввели то есть за амортизированный от единицы то есть когда-то там раз в n лет произойдет что-то страшное но мы верим что в среднем все хорошо вот мы сейчас докажем что в среднем все хорошо второе 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 это мы хотим удалить из конца элемент вот здесь вот я скажу так что у нас есть два варианта первый вариант за о звездочка от единицы так сказать вариант для скупых которым память жалко жалко память и второй вариант это чистый от единицы ну если иначе короче то есть если нам не страшно выдавать лишнюю память мы верим что всего нам хватит вот ну и третье собственно то почему это массив а не что-то другое обращение по индексу за от единицы чистые единички еще не просохло вот так вот обращение по индексу за от единички опять же на первой лекции говорил что мы всегда будем писать о большое вот иногда это можно превращать в тета но алгоритмистам лень потому что о большой от единицы и так слишком круто чтобы его что-то еще превращать вот собственно чем это отличается от списков в списках типа мы здесь золото единицы делали чистое здесь тоже золото единицы чистое и памяти у нас как бы все было корректно мы нигде лишнюю память не хранили но там по индексу было долгое обращение вот тут мы вау и научились вообще все делать как это устроено ну устроено достаточно просто вот у нас есть наш массив обычный да мы там в него дел ну просто какой-то изначально размер зафиксировали на него там и нет сайс ладно но пока не высохла это очень плохо вот и нет сайс нам приходит там куча пуш и там что-то добавили 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 я там обозначу крестиками что ячейки занята и в один прекрасный момент там приходит снова пуш и мы такие блин нам нужно выделить новую память нужно создать новый массив все перекопировать в него и все такое да в списках мы просто добавили бы один элемент в конец и все как бы победа вот здесь возникает как раз таки проблема в которой мы вот наверное две этих доски назад просто так говорили про перевыделение памяти вот то что у нас во время пуша может возникнуть проблема вот и возникает вопрос какая у нас политика перевыделения памяти вообще то есть на один увеличить новый размер или как вот выясняется что оптимально с точки зрения именно алгоритмической теории но не с точки зрения практики увеличивать размер ровно в два раза то есть вы такие делаете пуш такие ага хорошо я делаю новый массив длиннее 1 2 3 4 5 6 5 6 и вот он это new его назовем новый элемент а здесь будет 2 на инициайс вот и таким образом нам снова мы можем радоваться жизни делать кучу пушей пока рано или поздно снова не придет страшное событие и снова придется удваивать размер нашего массива вот ну давайте посчитаем вообще вот воспользуйся просто вот этой вот штучкой да пускай у нас есть к операции к пушей подряд да понятно что поп это просто сказать типа этого элемента больше нет забудь мой размер такой то все все и если нас попросят делать пуш после полпу мы такие ну все тебя тут больше не было типа я предполагаю и пишем вместо него что-то новое и не важно что могло что-то лежать вот давайте проанализируем последовательность из к пушей тут пока начнем а тут я сотру чтобы оно сохло пока оно сохнет можем писать тут правда по белому но надеюсь видно все к раз пуш ну и для так сказать для радости жизни возьмем нет сайс равна единичке ну понятно что это нам особо влиять как-то не будет но я положу его равном единичке для упрощения жизни вот у нас есть к раз пуш окей то есть выполняется вот первый пуш он за чистые от единицы да второй пуш от мы вынуждены создать новый массив два раза больше и перекопировать все от сайс назовем вот так ну не от сайса вот за от двойки вау нам придется все таки это сделать от двойки написать вот не очень корректно но напишем потом снова пуш типа вот у нас уже два элемента заполнены у нас был вот один элемент мы его добавили мы перешли в два элемента и мы их тут же заполнили перейдем в четыре элемента и вот снова пуш от единички и снова пуш от единички да то есть вот такие вот дешевые пуши у нас идут потом снова перевыделение памяти потом приходит новый пуш он уже будет за назовем это так от 2 в степени к и к там равно единички нет нет здесь к уже равно будет тройки потому что мы вынуждены типа выделить элементы точнее не так здесь мы будем перекопировать четыре элемента в новый значит о 2 в степени 2 все-таки к равно 2 вот к у нас занято давайте п назовем это вот и п равно 2 за от 2 в степени п таким образом как у нас будет устроена последовательность какая-то куча пушей то есть 2 в степени п за от единички и потом 1 пуш за от 2 в степени п потом снова 2 в степени п плюс 1 за от единички снова 1 за от 2 в степени п плюс 1 ну и так далее будет просто это это я думаю достаточно понятно вот ну и давайте мы возьмем к равным степенью двойки какой-то чтобы хвостик не оценивать там лишний 2 в степени m да и то в итоге как у нас будет устроена наш наша вот та вот учетная операция t и t звездочка опять же мы говорим что это равно 1 делить на 2 в степени m у нас вот столько операции да на сумму на сумму чего давайте по g будем суммировать нулю до m и сумма как у нас будет устроена вот 2 в степени g на o от единицы на o от 2 в степени g нет так o от единички плюс и вот какой-то момент происходит вот это вот плюс 2 в степени плюс 1 умножить на o от 2 в степени g я думаю с этим согласно да супер равно 1 делить на 2 в степени m на сумму по g равное нулю до m 2 в степени g здесь от уже потому что мы вносим ее сюда и здесь снова плюс от 2 в степени g или же опять же на сумму по g равное нулю до m от 2 в степени g от 2 в степени g хорошо вот такой вот ряд получился ну так как у нас мы знаем что o от f плюс o от g равно o от f плюс g это провал почти o от f плюс g то есть у нас под o большая такая линейность есть но и несложно проверить по определению если что тривиальное упражнение на дом равно 1 делить на 2 в степени m на o большой от суммы до m 2 в степени g ну получаем что получаем геометрическую прогрессию да ну какой у нее вид будет это у нас b 1 а первый член единичка у нас может а два в нулевой давайте дальше будет 2 в степени m минус 1 делить на 2 минус 1 что-то такое должно быть получиться у вас сумма конечной геометрической прогрессии это вот vb первая на q в степени n минус 1 делить на q минус 1 q у нас здесь двоечка и всего там m слагаемых каких-то там ну может плюс 1 но это неважно опять же тогда получаем o от 2 в степени m минус 1 2 в степени m можем занести так это опять же множитель ну получаем что это o от единички получаем push в среднем за от единицы выполняется ну не в среднем амортизированно точнее вот и все доказали то есть у нас вот это доказательство утверждения что push за от единицы амортизированно делается вот окей ну собственно если вы берете не 2 в степени m а там чуть больше операции плюс какой-то хвостик понятно что это просто какое-то слагаемое которое делается там от единицы раз при этом меньше чем 2 в степени m поэтому здесь будет какая-то еще там добавка меньше единица строго здесь проблем опять же не возникнет скептический читатель может спокойно это проделать вот если вы берете и нет сайс не единичку а тоже там какое-то произвольное число опять же здесь у вас будет просто не 2 в степени g слагаемые какие-то там какой-нибудь альфа в степени g и опять же если альфа мы берем типа там каким-то каким угодно в принципе все будет окей опять же тоже предлагается вам дома проделать по той же схеме все будет спокойно сходиться все ряды вот поэтому если переводить память в два раза больше увеличивать более того я вам скажу что здесь как видите констант не особо влияет что это двоечка просто в какое-то число раз а не на какое-то например даже в 1,01 у вас все равно амортизированно выйдет от единички опять же то есть главное что мы в какое-то число раз увеличиваем здесь в нашем нашей модели а почему именно двойка выбрана ну это так исторически словно что обычно ее берут с ней проще анализировать все но опять же все очень сильно зависит от конкретной машины на которую вы запускаете например в java по моему там 2.25 константа у вектора ну такого массива стоит расширение потому что на jvm удобнее так вот в том году студенты делали лабу в которой типа нужно было там исследовать по времени зависимость от init size и от типа коэффициент расширения коэффициент реалокации его еще называют вот ну и получается что там у каждого короче получилось свое потому что разные процессоры разные модели разные там память вот так что какой-то конкретной практической рекомендации тут нет вот это про амортизированный анализ и у нас лекция по-моему через 7 минут закончится да хоть да тут задаем тогда вот так тогда если какие-то вопросы по доказательству принцип по работе динамического массива и так далее если нет то тогда последнее замечание которое хочется добавить ко всему этому разговору то что мы про пушиста поговорили а про поп не поговорили давайте поговорим про поп почему-то может быть амортизированного от единицы может быть обычная да если мы достаточно скупы и нам важна память то мы берем просто и когда у нас там когда сайс уменьшился в 2 после попов два раза то мы берем просто и заново все копируем чтобы память себя уменьшать делаем по-моему в ст или это называется так shrink to fit ну то есть обрез чтобы подошло под размер вот вы можете этого не делать спокойно ст или вектор по моему этого не делает потому что если вы вызываете эту штуку то наверное вы знаете зачем вы вызываете вот так сказать лучше дать пользователю чуть больше свободы тем более так сказать язык c++ там полная свобода пользователю отстреливание ног себе вот это вот про эту штуку хотелось добавить что вот здесь вот тогда у звездочка от единицы будет поп иначе иначе просто от единицы вы просто сдвигаете индекс свой ну если есть последнее замечание то есть самое последнее как собственно это реализовывать я быстренько так скажу важную детальку которую вам симметрист конечно помнят но просто вот как мы следим за этими сайзами когда-то в два раза увеличилось когда уменьшилось мы храним не только текущий размер но еще и храним capacity capacity это емкость вектора то есть сколько он выделил память выделенная память а это фактический размер и когда вы видите что у вас сайз стал меньше чем capacity на 2 вы делаете реалокацию если хотите вот выделить выделенная память это фактическая память вот поэтому вполне возможно такая ситуация что у вас сайз равен 9 а capacity равно 16 это вполне нормальная ситуация вот единственное чего не может быть если у вас только push и были хотя нет это тоже можно издействовать и нет сайза так что вот такая ситуация вполне возможно не пугайтесь это окей если вы будете это писать вот собственно тогда сразу самое последнее замечание самое самое видимо вот это когда вот вас сейчас в первом контесте и задачи но на структура там стек написать очередь вот во первых замечание про задачу гоблины по моему она у вас есть контесте да там очередь гоблинов которые в середину встают да ну окей я не помню просто есть она или нет вот если она есть то как бы есть читерский вариант решения это с помощью два двух двух связанных списков вот а есть как бы вариант который использует лишь один двух связанный список и поддерживает указатель на середину вот если у вас будет время то потренируйтесь поддерживать указатель на середину это крайне полезно для понимания всего этой концепции вот это первое и второе вот почему нельзя сейчас на воспользоваться стельными вариантами стд стек вот мы на курсе алгоритмов придерживаемся следующего что пока вы это сами не написали вы этим не пользуетесь все ну понятно что всякие его стримы мы писать не будем вот вывод поэтому этим можно пользоваться вот стек вот первом контесте вот вы пишете кросс стек вы пишете вот эти списки вы пишете очередь вот это вот все вы пишете сами и когда вы это все сами написали уже то все потом уже во втором контесте все можно пользоваться вот как то так ну предполагается чтобы во втором контесте уже тоже можно будет пользоваться вектором потому что вы его напишите на плюсах скорее всего если нет то будет объявление тогда вам сделано Ну и на этом, видимо, все. Если больше нет вопросов, то спасибо за внимание.